Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущие всем приветствия, всем доброго, бодрого вечерочка. Сейчас у нас с вами на повестке дня три поколения. Сейчас будем с вами трещать про два последних ролика, поговорим про основные микромоменты, как бы скажем так, ху из ху, шо почем и так далее. Значит, перед началом ролика непосредственно лайкос за видос лупаните, подписочку оформите, комментик напишите. Канал на гости у нас имеется. Короче, начинаем. Значит, буду сразу сегодня говорить в контексте, знаете, двух роликов, потому что разбирать чисто по одному ролику, ну, там смысла нету, потому что все одно и то же, все одно и то же, и два этих, два ролика можно подытожить одним таким показателем Дичандра. Ну, начнем мы с предпоследнего ролика, там, где ребятки наши трудятся. Ну, опять, как бы они трудятся? По словам Бабки Оли трудятся. Вообще, вы знаете, прослеживаю такую некую тенденцию, после Палычевых 20 советов Наташки, Баб Коля тоже как-то так взялась за ум, и взялась, 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 не то что за ум, взялась за руки. Начала тоже что-то генералить, тоже что-то в чем-то меняться. Это, конечно, так малозаметно, ну, чуть-чуть, как бы, так кидается вроде у глаза. Значит, так и сегодня, Баб Коля говорит, говорит, у нас сегодня, значит, уборка, мы хотим прибраться, и тут прибраться, и там прибраться. Подходит, значит, к этому шкафу на кухне, и вот на этом моменте, самое интересное, открывает шкаф, там, в одном сложные ножи были, в другом какие-то там скалки, палки и так далее. Вот на этом моменте оборжался, открывает шкаф, все прям там вот так, хрык, там, все эти приборы ее во все стороны. Прям приборка так заметно, так прям кидается в глаза, Баб Коля продолжает в том же духе. Ну, знаете, все равно вот, как бы, нельзя, точнее, в отличие, как бы, от Губаревой, так скажем, тут хоть что-то хоть делается. Я уже не раз говорил, и повторюсь снова. А, значит, далее, у меня тут нож лежит на краю стола, значит, далее, вышли они там в курятник, курятник показали нам, куры сидят, про куры уже тоже рассказывалось о том, что, в отличие от Губаревой, и солома есть, и все как-то более так сделано, цивильный, что ли. Но опять, вот знаете, вот на этом микромоменте, и мы сегодня к этому дальше уже вернемся, касаемо кур. Я что-то сомневаюсь, что занимается курями Баб Коля, по большей части, мне кажется, занимается курями Игорек. Как и огородом занимается, и всем прочим. Поэтому заслуги в уборке, в порядке, они, как-никак, где-то процентов на 30-40 принадлежат Игорю. Думаю, со мной вы на этом согласитесь. Потом, значит, что дальше в этот день еще было? Ну, пожрать приготовили, такая, вроде бы, знаете, обыденность, такая обыденная штука, вещь. Каждый готовит, ничего в этом удивительного нет, просто, ну, показали, показали, посмотрели, посмотрели. Далее, наступает, и на этом как бы все, да, и день закончен у великих трудях. На следующий день, значит, решили бы они перебрать виноград. Ну, виноград уже там давно, уже весь перезрел. Тут Баб Коля говорит про то, что, значит, Игорек говорит, заморозь ему маму, но у них проблемы с электричеством. Следовательно, будем делать компот. Говорит, 3-4 банки закроем. Хотя, знаете, количество его, какое оно там лежало, в тазу в этом, там отнюдь не на 3 банки, а, наверное, банок на 13. Потому что, сами что понимаете, виноградный компот, туда бросил 3 лазы, небольшие таких, 3 веточки, и вкус получается насыщенный. Ну, потому что это виноград. Палыч сам делает виноградный компот, закрывает его без сахара, потому что получается кисленький, насыщенный. Потом, кому сколько надо, немножечко подсыпать, можно с сахаром, с сахарком подсахарить. Значит, Баб Коля, я просто опять к чему? Нахрена тебе этот компот? Нахрена тебе вот эти все заморозки, варенье и прочее вино, катушечку вина, бочечку вина, давай, завастырь. Потому что аудитория уже давно этого ждет. Я этого жду, наша аудитория, мои подписчики, твои, возможно, подписчики этого ждут. Ну, потому что, ну, что это за скука? Когда вы поддаете, вы совсем другие люди. Сколько вашу сторону хейта, хайпа вы ловите. Ну, это просто непередаваемо с тем, как у вас происходят, обыденные вот эти ваши дни протекают. Поэтому, когда вы поддадите, сразу ноги в пляс, и все руки сразу сюда схватываем. Ну, короче, короче, надо просто поддать, потому что давно этого уже не было, и все мы давно уже заждались. Это будет лучший контент, и главное, зачем это скрывать там? Ну, хотите вы это вино наделать? Ну, наделайте вино. Что там такого, я не понимаю, это сделать вина? Если вы наделали вина даже, у вас там получится 30 литров его. Это не означает, что надо 30 литров выпить за месяц. Это означает то, что, ну, выходные там сели, немножечко по стаканчику налили, выпили там с сырком, там с фруктами посидели, отдохнули, потрещали и прочее. Поэтому, чего там такого-то нету? Просто не скрывайте, как вы там все это скрываете. И главное, знать меру. Эти два остальных момента. Значит, далее. А, касаемо винограда, я еще не сказал, очень интересно. Значит, тут же виноград перебирает сегодня Татьяна. Татьяна сидит без перчаток. Удивлен, если честно, учитывая то, что виноград оставляет следы на руках. И как Танюха, она чепетильно относится к своим маникюрам, пальчикам и так далее. Танюх, тебе не узнать. Перемиры на лицо. Палоча-то в вас влияет плодотворно. Поэтому продолжаем в том же духе. А касаемо винограда, знаете, кто бы что-то сегодня не сказал, вот с их не странным, напишет аудитория, их подписчики и прочее, я все равно скажу в целом одно, что сидеть на свежем воздухе, перебирать на досуге, так скажем, когда у тебя нету, тебя никто не торопит, у тебя нету спешки, на работу идти, нет у тебя каких-то обязанностей и прочее, сидеть на улице и перебирать виноград, да это одно удовольствие. На свежем воздухе, потихонечку, физически занят, там не стоишь, не горбочешь нигде, сидишь виноградик, перебираешь, да еще там перебирать его, пару этих там, там была там сколько их там, ну 50 лос этих было, но при этом при всем бабколик, даже тут они умудрились высказаться о том, что они, значит, ребятки уморились, они даже на этом этапе уморились. Вот вас бы реально поставить на такой, знаете, какой-нибудь там 16-часовой, 12-часовой рабочий день, я бы посмотрел бы на вас, это не уморение совсем, это просто, это как хобби, это просто, знаете, выйти на улицу, подышать воздухом, посидеть, отдохнуть, по-другому никак не скажешь. Ладно, дальше. И, во-первых, знаете, вот еще такой момент мне интересный в голову пришел, мысля вернее. Одно дело, знаете, например, в вашем контексте, в вашей семье умориться может Игорек, как сегодня, значит, Игорек пришел с поля, принес оттуда дров, принес вот такую палку огромную, принес, как он ее хоть перетащил, я не знаю. Но вы-то, вы-то что делаете? Игорек, да, трудится, Игорек трудится и с дровами, и с курями трудится, и по хозяйству что-то делает, и я уверен, он подметает, там, может, полы метет, поэтому моет, и двор, наверное, метет. Вот дрова одни касаемо, даже дрова одни, представляете, сколько на них наносить дров было, наготовить, что они, по сути, полностью готовы к зиме уже. Кто бы что ни говорил, но в отличие от Губарева, у этих уже огромный запас дров, и к зиме, мне кажется, они готовы. И касаемо дров, знаете, еще о чем подумал? Блин, на дворе, ребята, вот сейчас такое современное реалии, что, представляете, ходят, получается, куда они там ходят? В посадки, в лес, не знаю, куда они ходят, для того, чтобы набрать палок, и чтобы ими топить зимой печку, и чтобы не замерзнуть от этого. Блин, это вообще просто как бы жесть, как бы, ну, ну, ладно, просто я к тому, что, знаете, наверное, при первой надо было все мысли своей силы, главное, направлять на то, чтобы отопление сделать, провести там это отопление, в конечном счете буржуку эту купить, ну, а потом уже обо всех остальных думать моментах, морях, океанах и так далее. Как-то так, ребята, короче, микрообзор палок свершил. Непосредственно ваше мнение, все, сейчас ниже высказывайте из комментарики, в комментариях, значит, буду с вами прощаться, чтобы увидеть с вами вновь. Всем до новых встреч, всем пока!